этот вышел там захватил него есть задержка пакетного приема порядка восьми пакетного чисто захват нет захват он захватит за 4 бита вас приемник если включен на прием сигнал появился через 4 бита он его захватил но на выходе сигнал у вас появится с задержкой порядка 8 бит это уже задержка внутренние машины кстати вот я не сказал этот режим вы для режима wavematch в это в перформанс лайк стоит специально дсп в районе радио команда там стоит дсп отдельный вот для этой фичи значит очень быстро буквально обозначим что есть такие вещи не буду подробно останавливаться просто хочется шерки на практику оставить побольше времени значит у тексаса есть решение для вай фая для строя вай фай и для bluetooth low energy значит встраиваемый вай фай по схеме си си три тысячи три тысячи сто сетей три тысячи двести это ну как бы они очень похожи между собой си си три тысячи три тысячи она уже доступна сейчас вот у меня есть модуль сама сама циск и пищем он здесь на память на самом деле от ладочка пущу парида вы можете посмотреть в чем идея встраиваемый вай фай то есть когда если вам нужно реализовать подключение к вай фай передачу данных выход в интернет либо подключение на киста 10 пиапи сервера ваша встраиваемой системе где у вас совсем не мощный процессор вас нет операционной системы 8 битный 16 битный процессор вот этот модуль позволяет это сделать либо внутри ст вы не только даете там команду управления открываете сокет и взаимодействуете вот с сетью интернет или через сеть интернет подключаетесь на любого сервера по адресу и пишем адресу порта требования к внешнему микроконтроллеру если вы хотите использовать данный модуль значит следующие на внешне микроконтроллере вам нужно иметь порядка ну минимум свободных 250 байт памяти и порядка 3 килобайт флеш памяти это то что вы должны на своем внешнем микроконтроллере потратить на драйвер для обмена сетеводов потому что обмена сетеводов ведет по SPI протоколу определенный набор команд естественно весь есть и сам драйвер дается вам в исходных кодах поэтому он может работать на любом микроконтроллере но текстовый инструмент предлагает именно драйвер чтобы вы работали через него через функции IPI то есть вам нужно там не знаю просканировать Wi-Fi сети просто вызов функции сделали с нужным параметром в ответ получить там список Wi-Fi сети и так далее вот этот вот драйвер он занимает вот такую в принципе небольшую небольшой объем памяти соответственно вот на самой примитивной ланчпадовской от лазочки кстати вот этот модуль который я сделал по рядам он ровно для нее где стоит микроконтроллер с двумя килобайтами флеша там 16 килобайт вот наоборот с двумя килобайтами Азуи с 16 килобайтами флеша прекрасно запускаются приложения типа там сокет открыть или дать там принять там почту отправить все это замечательно работает ну опять же говорю не буду тратить много времени то есть основная идея какая что в классической системе когда у вас есть Linux или Windows или Android и Wi-Fi чип да у вас стек крутится на основном мощном процессоре что требует там 100 килобайт память только под Wi-Fi и скоростной канал непосредственно к ажсайному Wi-Fi чипу здесь вот берется вот эта часть которая в такой более производительной в то же время системе выполняется на основном процессоре и прячется внутрь модуля поэтому снаружи может быть очень слабый микроконтроллер вплоть до 8-5 микроконтроллера ну и по цене такое встраиваемое решение в принципе порядка там 12-15 долларов или даже немножко ниже если объемы производства у вас больше презентация это у вас будет вы сможете рассмотреть буквально пару цифр значит скорость пропускная способность такого модуля в режиме TCP это порядка 4 мегабит в секунду это не роутер тут как бы процессор внутри намного слабее да там не сотни мегагерц атактовая внутри соответственно вот скорость 4 мегабита в секунду она обеспечивается вернее обусловлено ограничена ровно производительностью того процессор который внутри этого модуля сама скорость в радиоканале то есть стандарт вай-фай поддерживаем он достаточно современный то есть б же в данном случае а 3100 там еще и и плюс еще и диапазон 2,4 гигагерца и 5 гигагерц значит питание обычно 1,8 3,6 вольта потребляет там 90-190 миллиампер но это как бы абсолютно нормальные цифры потому что вай-фай все-таки система производительная поэтому токи как бы такие ну не нужно быть готовы значит тем не менее благодаря встроенным режимом энергопотребления вы можете реализовать режимы работы то есть там спин секунду потом просыпаемся в рамках вай-фай и при этом реализовать скажем двух пальчиковую батареи работу больше года используя вай-фай как радиоканал собственно говоря исходя из того что производитель пропускная способность довольно высокая интервалы активности не могут быть достаточно маленькими то есть вы можете там проснуться да и там за 100 миллисекунд или за 200 миллисекунд передать на два порядка больше чем вы передадите например через систему 868 мегагерц подключение ничего особенного то есть только спи и антенна вторые вот эти серийки показ интерфейсы это служебные интерфейсы для отладки там для снятия трейсов ну как бы по-нормальному они вам не нужны есть разумеется готовые топологии как ее развести ну по сути вот модуль как не нужно подключить питание антенну и вперед интерфейс значит это собственность предлагает уникальную технологию smartconfig что это такое если мы делаем встраивание ну вай-фай во встраиваю систему да какой-то прибор то встраиваемая как бы система она как правило она не имеет какого-то интерфейса в виде дисплея клавиатуры там или веб-страницы как у этого самого роутера через которые мы будем подключаться к фай-сети то есть когда например мы сделали вот как здесь показано лампу которая у нас будет управляться через вай-фай у нас производит лампу и говорим потребитель у тебя есть телефон или ноутбук и ты эту лампу можешь включать и подключать с другого конца мира и так далее но в лампе нет дисплея в лампе нет ну и неразумно ставить там клавиатуры для того чтобы подключить вашу домашнюю вайфай сеть вам нужно ввести там си да и пароль вопрос как это ввести если у нас на всей лампе только один машинно-человеческий интерфейс в виде включателя питания так вот технология смарт конфиг которую предлагает позволяет это сделать работает следующим образом мы берем вспомогательный прибор в случае телефон сотовый либо там ноутбук подключенную в эту же сеть и на ней мы запускаем специальную программку которая через эфир на наше встраиваемое устройство без интерфейса посылает по эфиру настройки с помощью которых он подключается к вайфай сети то есть он вообще не сконфигурен при этом под эту сеть вообще вообще вот он таким образом вы его можете подключить в любую сеть главное что вот этот вспомогательный приборчик был работал в этой сети да что да можем работать в режиме точки доступа я сейчас сразу все это пролистаю вот эти вот есть примеры различные на самых простейших микроконтроллерах работают много разных примеров там и с датчиками под андроид и под и даже есть облачный сервис с помощью которого вы можете попробовать все это работает то есть реально сервер вот когда я его подключал там цеплял пару датчиков и настраивал этот облачный сервер что он еще даже по-русски написал название там окон и бесплатно туда цевал туда можно одной по-моему или два устройства включить бесплатно соответственно вот этот вот вайфай есть прошивочка для микроконтроллера которая данные через этот вайфай модуль передает на эту облачную сервер можно все смотреть вот смотрите три тысячи сто три тысячи двести имеют возможность работы в режиме station ну не только station сейчас очень как роутер работать подключать до четырех по моему клиентов себе да режим access point до четырех клиентов более того поддерживается режим вайфай директ индустриальный температурный диапазон скоростью три тысячи сто три тысячи двести выше уже тоже там порядка 10 мегапит в секунду и в чем отличие три тысячи двести внутри еще имеет микроконтроллер отдельный по моему как раз вот там вот этот м4 под ваше приложение то есть вы взяли модуль вайфай модуль но вам не нужен уже никакого внешнего микроконтроллера вы полностью свое изделие можно сделать на этом модуле то есть у вас есть кортекс внутри плюс вайфай и все это вот в виде модуля там размера тоже цена ну будет он там стоит там 15 долларов если это 10 будет стоить 15 ну да как бы это не это не доллар нет это подороже но тем не менее для многих приложений это приемлемая цена учитывая что вот все-таки вайфай ценность основная даже у нас вайфай сейчас везде в гостинице в аэропорту ну много ну вот собственно говоря именно потому что я не хочу долго останавливаться и также буквально обозначен да конечно ну 300 уже вот вот некоторые клиенты уже тестируют ну скажем до конца года 300 точно будет доступна ну 3200 может быть первый квартал следующего года значит тексас интернекс кроме зигби блютуса классического и проприетарных различных родов радиочастотных решений в своем портфолио имеет микросхемы bluetooth low energy то есть у него есть решение си си 2540 си си 2541 и си си 26 то есть это системы на кристалле то есть когда в одной микросхеме у вас и bluetooth стек и ваше приложение соответственно ваше приложение работает как бы ограничение какие-то дает то что ваше приложение оно должно работать именно под управлением той операционной системы да ну там операционная система такая вот оса некая ну то есть определенные ограничения накладывать если вы там хотите допустим взять блютус это решение от texas instruments и чтобы у вас там допустим френдов скрутилось это не получится потому что там внутри должен открутиться bluetooth low energy stack а он именно крутится как бы вот во фреймверке ровно в том который предлагает texas instruments но тем не менее основная идея следующая у вас есть микросхема где вы можете реализовать свое приложение что такое bluetooth low energy мы пропускаем основная идея это батарейные устройства работающих маленьких батареек и работающий долго за счет чего это можно сделать за счет того что они передают информацию маленькими порциями эти маленькие порции буквально два десятка байт полезная нагрузка в пакете и периодически даже в режиме постоянного соединения то есть один режим когда мы спим и допустим просыпаемся раз там в 30 секунд это как бы режим неактивности готовности к спариванию ну или там раз в секунду а потом мы допустим спарились и идет у нас скажем передача данных каждой там 100 миллисекунд или каждой там 50 миллисекунд вот этими небольшими пакетами в любом случае скорость общая скорость предочитанных она будет небольшая и если сравнивать с классическим блюдаусом где-то скорость может достигать сотен килограммит секунду я говорю про реальные цифры то есть 3 мегабита секунды это же у нас там радиоканал наверху а вот то что реально у нас есть протоколы спорта то есть замена кабеля это ну сотни килобит секунды там 300 500 вот здесь эти цифры существенно меньше скорость на которую вам желательно на которую иметь в голове это порядок десятков килобитсекунд ну там 50 60 килобитсекунд давно даже не самая высокая комбортовая скорость вот но зато в плюсе мгновенно в кавычках очень быстрое вхождение связь очень короткое время передачи пакета и естественным образом реализованы режимы сна которые в классическом блюдеусе либо просто нет либо очень условного сна с точки зрения потребления здесь вы можете сделать устройство рабочих батарей годами в классическом блюдеусе то есть задачи классического блюдеусе и блютузлоуэнерджи они не совпадают и нет смысла говорить а вот можно ли на блютузлоуэнерджи сделаю там спп замену кабеля ну в принципе можно это не оптимальное решение несмотря на то что профиль спп блютузлоуэнерджи тоже есть но еще раз скажу это не он не заточен под потоковые данные это вот именно когда периодически передал небольшие порции ну теорию если надо будет вам посмотрите как все это работает значит если вы хотите разрабатывать блютузлоуэнерджи решения то вам нужна собственно говоря микросхема которая есть вам нужны инструментария отладки все это есть все это доступно и софт единственный какой нюанс то есть софт разный есть и вспомогательный и как бы компиляторы но вот например одна из тонкостей следующее дело в том что система на кристалле вот который предлагается с текс и сэнственность там 51 ядро и вот для этого 51 ядра и ара например бесплатного нет вообще допустим если мы сегодня будем с вами проводить лабораторные работы на так называемой там оценочной версии за который позволяет вам скомпилировать 8 килобайт кода объем блютуз лоуэнэш и стека он там 8 килобайт не укладывается достаточно большой и поэтому какой легально вести разработку и взять какую-то тестовую версию но у тебя нет поэтому этот вопрос мог либо решать нужно как бы по-русски либо платить тем не менее стек дается он бесплатно вы можете его скачать и мы очень большое количество примеров в исходных ходах вот перечень реально примеров различных как бы приложений то есть вы смотрите говорить а мне нужно например там сделать там устройство которое переключается между ролями мастер и слэй раз взяли вот этот пример или нужен допустим пример бродкастера то есть в блютуз лоуэш еще в чем хорошая вещь что там может быть односторонний радиоканал в классическом блютузе такого как бы не предусмотрено а здесь может быть устройство которое столько передачи у вас висит датчик за окном да и он плюет в эфир там раз в секунду пакеты я температурный датчик мой имею там два датчика на одном температура такая на втором такая и все и любое устройство блютуз лоуэш может принять сигнал там отобразить на телефоне вот причем для многих таких устройств есть стандартные профили то есть когда ну ваш датчик будет понимать любой там android или ios устройство если днем на уровне приложения поддержим этот же профиль поэтому вот наверно с точки зрения софтовой поддержки количество готовых примеров у текса с этим все хорошо с точки зрения дизайна в принципе ничего такого особенного нет то есть вот это дизайн тоже есть на сайте в двухслойной печатной плате разведен модуль размером 13 на 18 миллиметров то есть взяли повторили и вперед то есть фактически не подключаем только антенну через баллон и порты которые уже как бы общаются с внешним миром действуем внешним контроллером не надо потому что ваше приложение заливается внутрь модуля еще один пример который появился буквально пару месяцев назад это датчик газа чем он интересен тем что например если вот вам нужно сделать круглую плату да то вот как бы ну можно взять этот дизайн то есть там тоже полностью все исходные файлы проекта все дается ну единственное что как не дается не допустим не в пикаде там не в общем вальчем а может даже где-то еще новость об этом они не выкладываются мне тоже проект потом три-четыре разные среды разработки то есть такую выложили соответственно потом есть ну может может там перекодировать как-то во всяком случае дизайн то есть печатная плаца схема все это вы можете использовать готовы ну и вот вниз вот эти вот красивые всякие такие коробочки которые относительно недорогие которые также в принципе можно сюда там у него есть разъемчик и программатор вы можете даже его перепрошить если вы хотите все это можно использовать как прототип их либо основу для создания своих собственных приложений информации как бы много есть сайт есть вики то есть такой набор не такой строгой информации но достаточно полезно и есть еду и форум то есть форум еще раз говорю он цен не те что там ну как бы ты задаешь вопрос как бы не в пустоту да как на форумах некоторых производителей просто там мало тусуется народу и никому отвечать на форуме тексаса там тусуется и реально ответы можно получить ну плюс есть чтобы есть наша поддержка да у нас есть там свои каналы как задать вопросы вот здесь и 25 40 25 41 эта система на кристалле то есть микроконтроллер и ваша программа внутрь заливается и используете ракетоканал есть еще микросхема для более сложных систем это уже hsi сетевой процессор то есть вы в него ничего не завиваете свое приложение или используйте стенд на внешнем микроконтроле этот стенд дает это с инструмент но соответственно требует скажем так более производительного микроконтроллер снаружи но опять же какого производительного все силы на спички за 30 вполне подойдет то есть это не там кортекс а9 это вот встроена достаточно красиво но единственно что объем памяти уже побольше нужен вот но зато этот чип он в системе то есть он работает и классический bluetooth и bluetooth лога и даже то есть он как бы предназначен для устройств как бы не для датчиков а вот больше для тех устройств которые являются ну как телефон как ноутбук то есть ну или как ваш коробочка которая висит на стене как панель там оператора который данный датчиков собирает то есть он более производительный он поддерживает например больше одновременно соединений но требует немножко больше мозгов на сосну как бы на стороне управляющего микроконтроллера стык для него есть есть для него стек под безоперационной системы просто по 1сб 430 есть для него стек под минус android вот по характеристикам он лучше конкурентов потому что у него во первых выходная мощность выше и чувствительность выше то есть у него по дальность он как бы на текущий момент номер один и цены здесь вам не видно но признаться они есть из порядка двух долларов это для 1000 штук в америке это немножко ориентир какой-то вам дает в россии будет немножко дороже но в общем ориентир примерно такой ну и тесто и также не может чуть меньше принципе вот блютуз но мы же как бы ради что плачок можно сделать совсем дорогие но это сколько нужно памяти то есть от 4 до 8 килобайт нужно азов и от 70 до 150 килобайт нужно слышать работу с этим системным чипом почему такая разница потому что вы можете реализовать как бы не там сам ресурсоемкий профиль какой-то свой простой да который на уровне мгар повторяем таки кубик да да совершенно верно зависимость от то что вы берете вот ну минимум есть минимум соответственно вы думаете о процессе какой-то шпансов допустим если вы помните четыре стресса это вот там f55 ну то есть уже же 25-53 конечно с ним работать не будет это нескольких версий то есть стек под мсп есть есть стек под кортекс и под android понятно нет его нет вот все на свете ну по что то есть и соответственно вот как раз от референт дизайн мы можем использовать вот рейсер референт дизайн такая плата с я не вижу какая микросхема здесь msp430 f5229 соответственно вот весь софт для этого проекта доступен от тексаса ну это звук принимать по bluetooth в общем то на этом все если есть вопросы по bluetooth вай файл и чему-то еще у тексаса пожалуйста спрашивайте просто дальше через перерыв буквально сделаем 7 минут и приступим железной работе решить